Приветище! Это Immortal Phoenix Rising, и мы продолжаем спасать весь этот грёбанный мир. Грёбанный потому, что мы находимся на территории богов, а богов тут, короче, всех перебили, и мы, как немощный человек в виде женщины, нашей героини, будем всех этих богов спасать. Всего, кстати, богов четыре, если ты забыл. И начнём мы, наверное, с Афарадиты, потому что она ближе всего, как мы выяснили. А сперва мы решили вернуться назад на территорию, которую мы посетили первый раз. Мы сейчас здесь всё обыщем, всё разведуем. О, петухи. Здорово, петушары. Ой, какие грозные. Остань, чернатый! Вот так. Курица-гриль скоро будет подана. Давай, открывайся. Что там у тебя? Гранат, олимпийский инжир, золотой янтарь. Не густо, не густо. Это, видимо, то, что петухи сюда натаскали. Запас на зиму готовили. Вот я их и нашёл. Но, как говорится, мне они теперь нужнее. Опа. Фига себе, какой фиолетовый пупсик. Элитный, смотри-ка, грозный чел. Ранее такие значки мы уже видели. Над полосой здоровья. И я тебе хочу напомнить, что мы тогда огребли. Приличненько так огребли, поэтому лучше избегать таких товарищей. Таких фиолетовых циклопов, вообще всяких фиолетовых чудищ мифических. Вон там вижу головоламку, где статуя стояла. Мы туда залетим. Посмотрим, что там за головоламка. Может, мы её даже сейчас сможем и решить. А там годные какие-нибудь вещички будут. И тогда я смогу разнести фиолетовых вот этих всех монстров элитных. Это будет вообще кошерно. О! Знакомые крюки. Крюки-топоры. Может быть, я здесь разгадку найду? Что это за штуки такие? Их тут довольно много, смотри. О, ещё и наверх можно залезть. К дереву. Пойдём туда, там грибочки есть. Синие грибы, они дают мне сил. Залезли. Не без помощи применения эликсира выносливости, который был сделан из грибов. В котле там... Забыл, как котёл называется. Ну, короче, алхимический котёл. О, тут что-то интересное есть, смотри-ка. Давай возьмём. Ты будешь хороша, как картинка. Был бы я на век моложе, превратился бы в лебедя и соблазнил бы тебя. Ты уже делал так однажды, помнишь? Так родились близнецы. Или память тебя подводит? Это что, со мной типа бог флиртовал? Фу-фу-фу. Фу-фу-фу. Нет. Я не подамся под их чары. Так, давай посмотрим, что за ленты в итоге я поднял. Погребальные ленты. Ленты, которые используются для погребальных обрядов. Красота, оттеняющая мрачность события. Ммм, вон оно что. Не знаю, зачем мне эти ленты, но я ж люблю собирать всякую фигню. Ладно, у нас тут головоломка. Попробуем её сейчас разгадать. Нам поможет смарт-стрела. В те времена, когда люди носили доспехи и стреляли из луков, не было ещё тогда огнестрельного оружия, была придумана уже первая в мире смарт-стрела. Ну, то есть умная стрела. И сейчас нам... Поможет нам... Нет, не поможет. Потому что я рукожоп. Я не так сделал. Надо, походу, через низ пролетать. Там он есть... Да-да-да, точно через низ. Тут есть отверстие. И мы сейчас вот так вот... Хопачки и... Ну да, рукожоп я не пропьёшь. Ещё разок. Давай я помолчу, чтобы точно попасть. Да, молчание и сосредоточенность это тоже не моё. Не мой конёк. Давай помолимся. Стрела, ну пожалуйста, ну попади. О! Наши молитвы были услышаны. Только кем я не знаю. Но, тем не менее, мы разблокировали сундук. И это очень радостная новость. Что же в нём? Новое снаряжение. Броня каменного взгляда. Подожди, у меня же, по-моему, головной убор был каменного взгляда. То есть я комплект собрал. Восстанавливать 100% от деления шкалы здоровья при оглушении врага. О, это очень неплохо. Я тебе хочу сказать, как выглядит это сочно. Сочно, дерзко и со змейками. Типа, пссс, я тебя ужалю. Вот он, короче, головной убор. Маска каменного взгляда. И выглядит весь сет вот таким вот образом. Грозно, конечно, выглядит, но стрёмно. Страшно. Ой, мама, убирай. Убирай. Давай что-нибудь сменим на другой поставим. Мне всё-таки вот этот вот костюм больше нравится. Он, типа, такой механизированный сзади. Турбины эти дымящиеся. Просто сказка. Ясно. Здесь мы собрали сет каменного взгляда. Это хорошо. Куда дальше пойдём? Можно, знаешь, как сделать? Я, типа, закрываю глаза, начинаю крутиться. Ты говоришь, стоп. И я иду в том направлении. Но мы так не будем делать. Потому что я знаю, что ты хочешь со мной сделать. Ты хочешь, чтобы я утопился в мой. Но нет, спасибо. Синий гриб плюс два штука. Это очень классно. Вон, там ворона летает. Полетели туда. На тусовку с воронятами. Они почему-то летают вот над этой статуей. Там что-то сто процентов есть. Ага. Давай встанем. Лук нарисован. Что-то с... Погоди, так вот для чего эти топоры-то. За них, короче, не цепляться надо, как я ранее думал. А стрелы пропускать. У нас, короче, выносливость может сейчас кончиться. И я могу не выполнить этот челлендж. Попади стрелой в... Как это называется? Как правильно назвать это отверстие? Попади стрелой в топор. Короче, пусть так будет. Корова, смотри, стоит какая-то. Выносливость кончается, и я не успеваю. Давай попробуем по новой. Я готов. Погнали. В этот раз я уже знаю, как лететь. И мы будем всячески с тобой сокращать маршрут. Чтобы у меня хватило выносливости. Давай, давай, давай. Мы должны долететь. По всей видимости, мы должны пролететь сквозь все эти кольца. О! Я думал, как назвать вот это вот отверстие? Это ж кольцо. И в конце... Да, последнее колечко должно разблокироваться что-то. А, нет, нифига не разблокировалось. Так. Значит, все дело не в этих кольцах, а в чем-то другом. Короче, я пока забил валенком на все вот это колечное дело. И решил прогуляться до другого островка. Вон, видишь, там сияние. И посмотри, что там в этом сундуке. Главное, чтобы там подвоха никакого не было. Типа, я открою сундук, а на меня там какие-нибудь мифические существа из недр морских выпрыгнут и будут атаковать. Во, какой щит, смотри, большой. И шлем. Это что тут за гигант помер? Ладно, давай откроем сундук. И в черном ящике у нас оказывается фигушка с маслом. Нет здесь никакого снаряжения, просто ингредиенты. Ингредиенты для нашего будущего салата. Фруктового. В общем, я разобрался, что да как. Почему наши дела с колечками и стрелами не прокатили. Сперва нам нужно открыть те врата красные. А чтобы их открыть, нам нужно нажать на кнопочку. Для этого нам понадобится вот этот шикарнейший камень. Надеюсь, нам его будет достаточно. Я просто заметил, когда последний раз летел стрелой, что там есть кнопка. Сейчас тебе покажу. Вот она, вот эта вот кнопка. Прямо перед самым последним кольцом. О, а этого камня недостаточно. Обалдеть. И даже моего веса еще не хватает. Я слишком легонький. Девочка у нас анорексичка оказывается. Хорошо. Ну, в принципе, с другой стороны лучше играть анорексичкой, чем пышечкой, правильно? Потому что пышечка она крупнее, по ней легче попасть. Так, о чем это я вообще? Значит, нам нужно найти еще один камень. Еще один камень, и будет нам счастье. Надеюсь, мы сможем открыть эти врата. Вот он мой сладенький, иди же ко мне. К мамочке. Честно, я думал, что я тут больше камни не найду. И я уже начал подрастраиваться. Но все-таки мои поиски увенчались успехом. Это радостные новости для нас с тобой. Тихо, не упасть бы. Прикинь, сейчас подскользнусь, упаду, и вот этот камень у меня на башку поет. Это будет эпично. Эпичный фейл. Все. Мы открыли ворота. Тут есть кнопочка. Непонятно для чего. О, щит какой. А, погоди, мы такие щиты уже видели. Прежде чем попасть сюда, Феникс была щитоносцем, да? Уж в щитах-то она знает толк. У Феникс много талантов. Самых разных. Вот это новость. А я и не знал, что Феникс была щитоносцем. Ты знал? Я не знал. Давай посмотрим, что это за щит такой вообще. Щит воина. И сеченый щит воина, чей корабль разбился у этих берегов. Ммм, понятно. Ну, если так подумать, мы же тоже потерпели кораблекрушение. Так что этот щит можно сказать, что почти мой. Ну что, я добрался до этого челленджа снова. И давай попробуем в этот раз все-таки зажечь факел. Врата открыты, нам теперь ничего не помешает. И я еще хочу попробовать. Знаешь что? Вот у нас выносливость кончается. А смогу ли я есть грибы, пока летит стрела? Мы сейчас это попробуем. Вот, давай сейчас сидим. О, можно, прикинь. Пускать стрелу и пополнять запас выносливости. Это очень классно. Будем знать. Ой-ой, как я камни тут неудачно положил. Но мы исправились. И вот он факел. Да, зажгли. Красава. И открыли черную дыру. А там монетки. Дайте мне сразу десяток монеток. Тьфу, ты четыре. Вообще не густо. И ты поручил Гермесу спасти Ио. Так что он усыпил великана и украл ее. Вот как? А я умен. Это вы про что сейчас? Блин, они там болтают что-то о своем. А я вообще не в теме. Все, короче, здесь мы закончили. Я весь этот островок оббегал. По возможности все, что можно, выполнил. За исключением вот этой вот штуки. Там у нас Феникс, по-моему, был. Да, большая крупная птичка. И мы сейчас с тобой отправляемся вот сюда. Дело в том, что тут появилось какое-то испытание. Ранее его не было. Это, видимо, DLC какой-то. И мы сейчас сходим и посмотрим, что там нас поджидает. Портал. Я уже отсюда вижу, что там какой-то портал. Ну-с, пойдем посмотрим, куда этот портал нас приведет. Только давай сперва гранатики свистнем. Мало ли, вдруг пригодятся. А теперь прыгаем в портал. На Олимпе жить. Лучшее время. Особые правила. Постоянное восстановление выносливости. Цель задания пройдите подземелье. О как. Ну ладно, сделаем вид, что мы все поняли. Один. Вперед. Время пошло, мы бежим. У нас какой-то костюм крутой. Это испытание. Пробная версия дополнения. А, точно, это DLC, короче. Что делаем, что делаем? Какие-то штуки собирать надо. Ладно, летим. Ох ты ж, ёкарный. Это ж Феникс. У меня тут питомец есть. Круто. Но мы, кажется, промазываем. Смотри-ка. Удерживайте Х для ускорения. Давай попробуем. Ага, четко. Ускорился только в камень. Сейчас влечу своим лобэшником. Ну вот и все. Моё предчувствие меня не подвело. Мы просрали. Спасибо. Кстати, а время-то идет. Смотри. Ладно, давай еще разок попробуем. Что-то я не то нажал, кажется. Но зато я печенька прыгнул. С луком. Прости меня, Феникс. Мне так нравится, как она с портала вылетает и плюхается, плашмяя об землю. Короче, что я понял? Я понял, что мы это испытание не пройдем, потому что тут куча божественных способностей у нас есть, которыми я даже не умею пользоваться. Я думаю, что нам сюда надо будет доскочить чуть позже. Вот зачем я это сделал? Надо было не собирать эту светящуюся штуку. Даже по стенкам тут не карабкается. Беда. Все, короче, выходим с этого испытания и идем спасать первого бога. Ну вот, мы снова придерживаемся сюжета. Мы идем к статуе Афродиты. Точнее, не идем, а скачем. Я сейчас призову своего любимого оленя. Олененок. Бэмби. Буду звать его. Сейчас я еще броньку переодену. Я просто одевал броню на выносливость, чтобы испытание со стрелой пройти. И забыл переодеться. Все, летс го. Летс го. Вон она, статуя Афродиты, которая держит в руке яблоко. Мы скачем именно туда. Олененок, прости. Прям к медведям лечу. Сейчас буду отхватывать. Медведи, тихо, 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 тихо. Я не хочу с вами драться. Я просто тут мимо пробегал. Спокуха. Какой злобный, а? Может тебе все-таки задницу надрать? Я твою шкуру? Ах ты, негодяй. Успел ускользнуть. Я твою шкуру, медвежью. У себя дома на стенку повешу. Или на пол, как коврик. Ого, так же обидно. Обидно. Вдвоем, да? На одну хлебкую девочку. Вот это поворот. Чуть не сдох. Как насчет пометать камни? О, да. Обносяру до камня. Та-та-та-та-та. Хотел пузо почесать, но не успел. Пузо топориком почесать. Это вообще щикотно же было бы. Ребят, ну чё вы? Меня, кстати, Маша зовут, если чё. Маша и Медведь сказку не читали? Чёрт, меня, кажется, раскусили. Они знают, что меня зовут Феникс. Никакая я не Машка. Короче, хорош с вами возиться, сюсюкаться. Вы мне надоели, Медведи. Узрите всю мою мощь. Один отправился в качестве коврика ко мне домой. Ах, ударь всё-таки успел. И второй тоже отправился в качестве шубы. Да, я сделал из неё шубу. Шикарнейшую медвежачью шубу. Или шапку. Шапка-ушанка. Блин, вот если драться с такими существами обычными, как Медведь мифический, да, светящийся, сложно. Я вот реально вспотел. У меня все подмышки и ладошки потные. То каково будет с последним финальным боссом, ты представляешь? Это же вообще жуть. Короче, ладно. Об этом мы узнаем позже. Я слышу тут какой-то подозрительный звук. Здравствуйте. Мерзкие мифические мерзавцы. Они, короче, тут охраняют чего-то. А, это звук лиры. Вон оно, что я услышал. Ай-яй-яй, попали по мне. Ну ты чё, щитом прикрылся? Такой бессмертный, типа, да? Жопы красные. Ну дайте я ударю вас в разок. Мне всего один удар нужен. Ну вот, ваш друган за вас ответил. О-о-о, пошла-пошла, вода горячая. Чёрт. Щитники вечно геморроя подкидывают. Ну сдохни ты уже. Красавчик. Странно, я всех перемочил, а красные врата не открылись. Значит, тут дело в чём-то другом. Лирка, ну как же тебя достать? Короче, всё тут обшарил. Единственное, что вызывает подозрение, это вот этот вот монолитный камень. Чё, если его попробовать разбить? Опа. Кажется, он рушится. Фигасит. А, статуя Афродиты. И смотри, как раз врата эти красные открылись. Давай посмотрим, чё в сундучке. Мне так нравится, когда она ладошками по сундуку бьёт. Это так мило. Короче, нифига тут годного не выпало. Ага. А чё так сложно-то? Фигаси. Не, не запомнил. Давай третий раз. Чёрт. Сейчас, подожди, я телефон достану. Надо записать на телефон. Забуду же. Сложная мелодия. Там кто-то пёрнул. Давай ещё разок. Телепортнулся, короче, к большой лире. И сейчас попробуем сыграть эту мелодию. И последний портал. Не понял. А чё не открылось? Э, гони бабки. Чё за развод? А, всё, стрелы кончились. Короче, вроде играю всё правильно, но не открывается. Есть у меня подозрение, что таких огромных лир несколько на карте. И та мелодия, она от другой лиры. Есть такая вероятность. Что ж, забьём пока что валенок на эти лиры. Нам нужно добраться до Афродиты. До первого божества. Привет, Миша. Прости, но сейчас не до тебя. У меня очень важные дела. Давай, Бэмби. Нам нужно сейчас прыгать. Жалко, конечно, что на оленях прыгать нельзя. Приходится постоянно оленя скидывать куда-нибудь в овраг. Но хорошо, что они магические, и они умеют телепортироваться. Найдена богиня любви. Да, если кто не знал, Афродита это богиня любви. Вот. Я тоже только что сейчас узнал. Да нет, шучу, конечно. Шучу, шучу. Я же в школе учился. Так, значит. Я так полагаю, что нам сейчас придётся карабкаться. Дорожки наверх нету. И это грустно. Чёрт подери, ну капец, опять карабкаться? Как я это ненавижу, честно вот. Но прежде чем сюда идти, я успел прокачать один талант по вскарабкиванию по горам. Ух ты! А вот, кстати, ещё одна большая лира. Скорее всего, та мелодия как раз к этой лире подойдёт. Ну чё, пойдём я тебе покажу свой новый талант. Как я теперь карабкаюсь по скалам, горам и стенкам. Смотри, ускоренный вариант. Хопа! Как кузнечик. У нас здесь, конечно, тратится. Но, тем не менее, я залазю довольно быстро. А это что такое? Феникс повстречало странное крошечное крылатое существо. Скоро станет ясно, кем оно было на самом деле. И? Так кем же? Феникс освободит его и узнает. Да, но мне-то можно сказать? Можно проявить уважение к рассказчику. Да уж, этот рассказчик постоянно что-то на своём болтает. Я даже не въезжаю о чём. Ладно, открываем, короче, эту клетку. Посмотрим, что там. Оказавшись на свободе, маленькое создание закричало. Как бы говоря, храбрая героиня, я лишь частица Ники, богини победы. Освободи остальных, и я вас пряну. Ника приносит победу, как счастливые кроссовки. Или, ну, эти, чтоб бегать за мечом. Шиповки. Ха, шиповки и счастливые кроссовки. Прикольно. Надо запомнить. Короче, смотри. Мы освободили одну фею, и тут вот загорелась... Загорелась одна точечка. Вот эта точка, возле которой я ползаю, это точка нашего местонахождения, я так полагаю. А вот эти четыре точечки, где одна светится, это сколько фей я освободил. То есть мне нужно ещё три феи найти. Я правильно понял? Мы, короче, с тобой залезли на башку Афродиты. Статуи башки, точнее. И тут была Амброзия. Чё, это метеорит, что ли? Ой, молнии. Это Феникс. Что это? Да птица, это птица. Молния среди ясного неба. Ага, дополнительное задание у нас появилось. Доберитесь до упавшей птицы. Ну да, точно, это Феникс. Блин, я его хочу. Мы когда челлендж в портале проходили, там был этот Феникс, и он крутой. Я хочу такого питомца. Надеюсь, когда я выполню то задание, он у нас будет. Оу, как неудачно я упал. Так, ну чё, мы сейчас идём к Яблоку. По-моему, там что-то должно быть. Точно, там что-то есть. Разведать. А, долина вечной весны. Здесь растёт большое дерево, чьи ветви достают до небес. Зал богов. Творец Эроса. Я рад, что он дождался счастливого конца. И дворец, принадлежащий самой богине красоты. Конечно, Афродита выбрала место с лучшим видом. Но зато тут на неё некому глазеть, и я доволен. С высоты Феникс заметила птиц, что клевали плоды самой красивой яблони. Вот и я, видно, с высоты своего безумия решил выдать Афродиту за Гефеста, чтобы боги не ссорились из-за неё. Да, вид с вершины Олимпа бесподобен. Давно я не видел. Высоко глядеть, высоко падать. Так что не проси. Чудно. Мы раскрыли вторую область карты при помощи статуй Афродиты. Что ж, я думаю, что на этой прекрасной ноте мы будем закругляться. Если тебе понравилось, то не забывай ставить лайк под этим видео и подписываться, если ты ещё не подписан. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok